Ребенок жалуется, что его обижают другие дети. Что делать? Родители начинают, что ты сам виноват, что ты лезешь, либо родители начинают ругаться с теми детьми. Это реакция естественная, и она не всегда приносит свои результаты. Тяжело дать общий ответ, что делать, когда ребенка обижают, потому что в каждой ситуации могут быть свои причины. Но родители должны постараться выяснить просто как посторонний наблюдатель, немножко отказаться от внутренней бури, в которую их вели слова ребенка, и посмотреть со стороны, что происходит. Если можно увидеть это на детской площадке или в детском саду, посмотреть, что происходит. Почему? Потому что очень часто маленькие дети, они себя ведут, как будто они напрашиваются на обиду. Хотя это на самом деле не так. Ни один маленький ребенок сознательно не будет в своей ситуации, где его побьют. Он просто, у маленьких детей еще нет, не до конца сформировалась функция причинно-следственной связи. То есть он подошел, он ударил кого-то, или отобрал у него лопатку, или стукнул его лопаткой по голове. Но он ничего такого не имел в виду. Просто ему нравится звук, как стучать лопаткой по голове. А тот ребенок в результате вылил на него ведро песка. Он со своей стороны ничего такого не сделал, а тот на него набрасывается, его обижает, его бьет, кидает на него песок. То есть маленькому ребенку тяжело объяснить, ты это сделал и за это получил. То есть одно влечет за собой другое. Или бывает, что маленький ребенок подходит к группе детей старше его и начинает их заводить, их пинать, или их толкать, или их дергать. И те же дети, недолго думая, конечно, тоже его отбрасывают, он бежит к маме с плачем, как они со мной и так далее. И маленького ребенка нужно научить. То есть что мы делаем с маленькими детьми в любое наше действие. И мы стараемся, чтобы любое наше действие, оно каким-то образом готовило его к жизни в этом мире, к жизни со взрослыми людьми, или сейчас и в жизни его в мире. То есть не просто кричать, обвинять, а дать ему какую-то возможность понять, что происходит, и научить его сделать какие-то шаги, чтобы изменить понемножку, каждый раз чуть-чуть. Маленькие дети, они подходят другим детям. Я имею в виду маленькие дети возраста 2-3-4 лет, подходят другим, к другому ребенку, этого же возраста, или старше, и дергают его за косички, или за юбку, или за кофточку, или стучат лопаткой по голове. Естественно, это никому не нравится, и кончается это плачей, дракой и так далее. Маленький ребенок, когда он подходит к другому, и даже к взрослому, или иногда гостю, и начинает его бить или стучать по нему, он ищет контакт, он не навязывается в драку, и он не хочет никого обидеть. Ему интересен контакт с этим человеком, но он не знает, как этот контакт осуществить, он это делает самым примитивным, самым простым способом, подходит к этому человеку, его бьет. Естественно, реакция обида, и он получает за это по голове. То есть, его надо учить, сказать ему, ты хочешь с ними играть, ты хочешь с ними поговорить, на, возьми паровозик, поиграй с паровозиком. Ты хочешь с ними играть, на, возьми лопатку, сядь рядом с ними, играй в песок. То есть, если ты хочешь сыграть с этим человеком, с этим мальчиком, или с этой девочкой, надо что-то сделать такое, чтобы ему понравилось. Это ребенку уговорить еще раз, еще раз, и еще раз, пока он поймет, что стучать, это не несет хороших результатов, а сесть рядом и играть вместе. Вы будете друзьями, вам будет интересно вместе. Субтитры подогнал «Симон»